здравствуйте дорогие телезрители мы продолжаем цикл передач три вопроса депутату и сегодня в студии депутат их низкого волосного собрания господин александр романович здравствуйте александр вчера на заседании волосного собрания было выдвинут или выдвинут документ о вот у меня недоверие сразу четверым это председателю волосного собрания не не глаз он это завестителю председателя кареру пюргу это волосному старейшине а его рост сурва и члену волосной управы тина гуляна подписавшихся было восемь в том числе и вы как вы прокомментируете вот этот вот ум недоверия сразу четверым но почему сразу четверым потому что кто следит за нашими передачами тут мы постоянно как бы поднимаем этот вопрос что не совсем понятно как работает вообще наша волос и кто какие-то вопросы решает и я поддержал это предложение партии крыла фракции дамы или фракции крыла цикл его это бывшая фракция стал демократов потому что очень я абсолютно разделяю всех видений взгляды по поводу конкретной ситуации вот этой до что волос и надо что-то менять и господин пюрг как зам может быть столько замов и не надо и госпожа кулума она вроде как и уходит в общем то из властного управления вообще вся интрига в том что насколько должен вопрос зайти далеко что партия к его приду это раньше не были социал-демократической фракцией что они объявляют вот у недоверия своему их минскому руководителю кулума да то есть какие-то разногласия значит уже дошли уж совсем далеко то что они были в правящей коалиции вышли сначала оттуда вот и очень радует то что в интервью госпожа неглас он похвалила наш нашу фракцию да она отмечала что вашей фракции порядок и наблюдается какой-то единогласия которая в принципе на сегодняшний день в коллекции не существует дословно сказала что чувствуется командная работа то в принципе все свои договоренности все свои обещания мы всегда очень-то выполняем вот сейси и уст это отдельная такая подтверждение дабы на то что в общем то мы находимся оппозиция коалиция у нас много очень споров разногласий но вот дождались мы похвалы стороны вашей фракции были тоже выдвинуты не раз вот там и недоверие конкретно по моему карелу пиргу и не на неглас он но в тот момент партия ли фракция кого не поддержала вас до были договоренности что мы что они нас поддержат ну видать какие-то очередные получили обещания и видать кто-то эти обещания не выполнил раз они в общем то в этот раз сами инициировали вот этот вот у недоверия это конечно будет теперь голосование через месяц я думаю это будет самый большой вот у недоверия четыре человека и это на политическая интрига последних наверное не знаю нескольких лет самая такая крупная или как интересная что ли там что и в общем то может жизнь в области в общем то немножко и крайне мере руководство в области точно должно поменять но измениться потому что если будет новый волосной старейшина новый председатель собрания то в общем то как-то может быть что-то изменится и то что мы постоянно критикуем то что мы не понимаем с кем работаем кому задавать вопросы то она не должен отвечать будем надеяться что это все-таки к лучшему потому что это не какая-то одна какая-то маленькая фракция что-то затеяла то есть это и к этому шло уже очень-то давно это мы все обсуждали но вот теперь ждем месяц смотрим как кто проголосует что голосование тайная и как там чего последний момент произойдет в общем то никто не знает интересно будет узнать ваши прогнозы но я думаю что должно все получиться потому что это уже не первый раз и мне кажется все нас назрело настолько что уже но никто наверное уже не откажется от своих вот требований и обещаний там или то есть я думаю же наверно все таки получится хорошо будем надеяться посмотрим покажет время как модно говорить вернуться мне кажется интересно было бы еще к теме ехавистской основной школы ведь мы слышали и от нынешнего волосного старейшина эвросурова что планируется снести у здания два этажа поскольку для него для этих двух этажей нет и на сегодняшний день и на завтрашний день они не видят никакого применения вот как а какова судьба и когда это и где будут обсуждаться но пока вот да такая как бы предварительное решение опять же волосного волосного волосное решение да чтобы снести этажи которые не подходят по метражу все исчисляется из метража на количество ученика с этого начнем что государство финансирует 9 метров на ученика и все что вот когда ушла гимназисты ушли в гимназию образовались как бы не финансируемые государством эти квадратные метры порядка двух тысяч метров нужно как бы снести по этому плану хотя прошлом году и позапрошлом я сейчас могу ошибаться недавнем прошлом дом реновировался полностью утеплялся меня из стекла окна это вообще какой-то честно говоря но полное недопонимание ну вот как оно происходит да и и очередной этап будет во вторник будет значит организовывается круглый стол властной управе куда приглашены и депутаты и социальная комиссия и руководство власти и победительский совет и директор школы чтобы как бы все таки то что предложение существует несколько есть предложение в этих пустующих помещениях по факту пустующее помещение нету в школе вот вот по факту то есть каждом учебном классе ведут занятия да а на бумагах получается они лишние и не нужны вот вот чем какое-то недопонимание и получается что есть предложение перенести туда какие-то городские там художественную школу может быть какие-то еще ну кто что и со связанные с образованием это что все равно финансирует город содержит город чтобы это как-то объединить вот точки зрения расходятся ну вот будет это на во вторник и тогда может быть после этого круглого стола мы это все уже какие-то новые там решения новые предложения для можем тогда уже осветить до предложения будут которые может быть как-то будут прорабатываться и срок когда это школа все-таки начнет в принципе что-то там реновироваться тоже еще но очень непонятно то есть потому что сначала должны быть подданы в министерство ходатайство ходатайство должны там рассмотреться подходит школа не подходит потом европейские деньги потом ну то есть это очень-очень такой далекий туманный путь скажем так хорошо спасибо александр это было цикл передачи три вопроса к депутату спасибо еще раз за то что нашли время прийти в студию всего доброго